здравствуйте это программа хроники распада на прошлой неделе все российские сми как по команде взорвались рассказами о том что родная власть приняла во внимание озабоченность населения и не будет рассматривать законопроект о qr-кодах на транспорте соответственно об этом сначала высказался руководитель госдумы володин затем это же сказал президент путин ну вот буквально уже на этой неделе камчатский губернатор принял решение об отмене qr-кодов на транспорте в своем собственном регионе ну правда остается еще татарстан в котором эксперимент продолжается но тем не менее здесь нужно понимать несколько вещей во-первых законов о qr-кодах на самом деле не один их несколько и отложен на сегодняшний момент только законопроект о введении этих самых кодов на транспорте он отложен он не отменен его все равно будут рассматривать но чуть позже ну и собственно говоря и по тому что сказал путин тоже совершенно очевидно что этот вопрос будут дорабатывать как сказано и затем он будет снова внесен поэтому ни о какой отмене на кодов на транспорте конечно же речи нет и быть не может но на сегодняшний момент дума уже рассмотрела в первом чтении будет ударными темпами рассматривать законопроект о введении qr-кодов в общественных местах для посещения их людьми ну здесь конечно имеется в виду предприятия торговли предприятия услуг на различные культурные учреждения и и тому подобное то есть в этом смысле никто отменять кодирование населения не собирался и не собирается и вопрос о том что отложен законопроект о qr-кодах на транспорте он всего лишь позволяет ну скажем так прикрыть информационным таким шумом бессмысленным белым шумом ту работу которая ведется по подготовке к кодированию населения в принципе а уже затем когда это кодирование в конечном итоге станет на сказать реальностью и его можно будет распространять ну на что угодно на транспортно на предприятие на допуск на работу на допуск в магазины торговые центры и так далее это уже на самом деле детали стоит отметить что вообще qr-коды как таковые они безусловно в корне противоречит всему существующему законодательству в россии но с учетом того что никто не собирается отменять целый ряд уже существующих законов которые нарушаются на введением этого кодирования то вполне очевидно что российская правовая система вообще российская на правовая конструкция становится крайне неустойчивой потому что ее на законодательство внутри начнет противоречить само себе вот но это уже никого не беспокоит потому что по большому счету уже много раз об этом говорилось единственное правило которое сегодня применяется это правило что правил больше нет единственный закон которым руководствуется вся российская исполнительная и прочее на власть это закон о том что законов тоже больше нет существует только текущее распоряжение которое надлежит выполнять вне зависимости от того насколько и как они противоречат всему действующему законодательству включая конституцию нашей стран вот здесь стоит отметить что вообще qr-коды как таковые были введены были созданы изобретены исключительно как на но такой метод инструмент маркировки товара и тот факт что люди теперь получают маркировку аналогичную маркировки чипсов водки и прочих товаров она конечно с моральной с этической точки зрения она вообще не выдерживает никакой критики на потому что человек это все-таки не товар вот но с точки зрения тех людей которые и создали эту систему и продвигают идею на новой нормальности продвигают программу проект цифровизации населения люди с их точки зрения действительно являются товаром люди рассматриваются просто как животные а животное то чья-то собственность животное это товар их можно продавать покупать их можно лечить не задавая на им никаких вопросов согласны ли они с этим или нету ну то есть будем говорить откровенно нас всех на приравнивают к животным даже вне зависимости от этих qr-кодов они лишь формализуют сам процесс уравнивания нас с животным как долго будет это продолжаться пока речь идет о том что все эти коды якобы вводятся до июня месяца предполагается что как бы в июне эпидемия закончится и мы все дружно вернемся к прежней жизни ну на самом деле это вранье это очередная ложь точно такая же ложь как когда нам президент лгал что пока я президент я не позволю ограничивать пенсионный возраст ничего страшного взял и ограничил но вот точно также в апреле двадцатого года когда вводился вот этот странный режим нерабочих дней нам тоже говорили о том что ну потерпите две недельки может быть месяц и все вернется сказать к прежней жизни не вернулось мы уже два года живем в этом непонятном режиме таких странных нерабочих дней в режиме перчаточном масочном и прочим и прочим вот все это вранье естественно что ни в каком июне 22 года ничего не закончится все это наоборот будет только усиливаться кодирование населения это всего лишь привязка людей к записям в компьютерах к записям в реестре где собственно и будет указаны права человека реальные права человека не те которые написаны в какой-то там конституции а то что человеку будет позволено теми алгоритмами теми программами которые будут написаны или которые уже написаны на специалистами microsoft а и которые внедряются сюда на нашу территорию в этом реестре будет записано позволено ли человеку ходить 100 метров от дома или ему разрешено ходить чуть дальше будет записано в этом реестре разрешено ли человеку пользоваться общественным транспортом внутригородским транспортом межгородским транспортом железнодорожным сообщением авиасообщением или запрещено в этом реестре будет совершенно четко написано имеет ли право человек там на скажем медицинский отвод от при если не имеет значит он будет обязан проходить процедуру и вне зависимости от того хочет он или нет и если у нее не пройдет то во первых он лишится этого самого qr-кода который будет на какое-то время обнулен а с другой стороны вот уже руководитель роспотребнадзора попова говорит о том что отказ от обязательной вакцинации должен в обязательном порядке караться сопровождаться штрафами то есть с вас штрафы будут списываться в таком случае во внесудебном порядке просто придет в банк уведомление с вашей карточки будут списаны сказать соответствующая сумма то есть нас всех гонят загоняют в такой цифровой барак и qr-коды вообще кодирование как таковое цифровизация населения в данном случае отвечает именно задачи контроля людей вот в этом самом цифровом бараке то что цифровой мир наступает то что цифровая действительность реально существует она в любом случае будет востребована это факт и то что люди так или иначе должны будут проходить идентификацию в этом цифровом мире тоже в общем наверное сомнений особых не вызывает и мы в общем в каком-то смысле уже находимся в этом цифровом мире потому что каждый человек имеет номер и н н номер паспорта номер страхового медицинского свидетельства и так далее это нам не доставляло каких-то особых неудобств скорее наоборот в каких-то случаях это было даже удобно но ни один из этих документов не ограничивал наши права которые закреплены в действующем законодательстве в конституции ну и вообще по своей сути являются эти права естественные а вот qr-коды это совершенно другая история qr-коды это как раз ограничение qr-коды это тот список ограничений которые будут накладываться на человека в зависимости от того что именно он будет делать какие именно решения он будет принимать ну и насколько качественно он будет исполнять распоряжение власти поэтому если номер паспорта номер и н н там номер снилс это всего лишь идентификационный номер который никак не поражает нас в наших правах то qr-код а затем видимо будет введен на основе этих qr-кодов еще и цифровой паспорт о котором уже говорится и говорится неоднократно это как раз будет документ рамочный документ который будет запрещать который будет ограничивать наши права и эти права будут только сужаться в этом смысле да безусловно qr-коды это инструмент насаждения фашизма нашей стране qr-коды это безусловно инструмент подавления инструмент контроля ну и по большому счету это такой новый цифровой современный глобальный фашизм и именно поэтому я думаю что в стране которая в общем-то в качестве национальной идеи имеет идею победы над фашизмом возрождение фашизма на нашей территории особенно фашизма который уже не имеет иностранного происхождения ну хотя глобальный фашизм он безусловно на сказать не российский вот но фашизм который устанавливается на нашей территории людьми которые называют себя российскими гражданами с этим фашизмом безусловно мы обязаны бороться всеми доступными и всеми разумными рациональными эффективными способами и средствами другого пути на самом деле нет потому что в новой нормальности будем говорить откровенно для нас места нет мы попадаем в эту новую нормальность ну как бы на передержку после чего нас постепенно но очень быстро постараются изолировать а затем и утилизировать мы для российского фашизма для глобального фашизма никакого особенного интереса не представляем просто потому что мы еще помним о том что у нас есть какие-то права мы еще помним о том что мы люди именно поэтому мы вот в этом фашизме мы не нужны в нем нужны будут люди которые полностью раз и навсегда забудут а может быть даже и не будут знать о том что у них есть право о том что они люди о том что они вообще что-то имеют право они имеют право только подчиняться текущим распоряжением текущего руководства вот такие люди будут востребованы в новом цифровом будущем а мы увы нет именно поэтому для нас всех стоит один и тот же вопрос согласны ли мы с этим или все-таки мы будем каким-то образом с этим бороться будем этому препятствовать и будем делать все чтобы фашизм в том виде в котором он сегодня возник во всем мире и в россии в том числе на был на нашей территории во в том числе и ликвидирован спасибо